Приветствую вас, и начать свой ответ я бы хотел того, чтобы порекомендовать вам для начала немножечко успокоиться. Успокойтесь, постарайтесь понять, что женщина, если она говорит, что губит вашу жизнь, и что она не хочет губить вашу жизнь, то это означает на самом деле только то, что у нее есть ряд проблем. И если вы эти проблемы для себя не увидите, если вы эти проблемы не поможете ей решить, то у вас не получится с ней построить отношение, и она сама по себе тоже будет, ну, несчастлива, несчастлива, к сожалению. Значит, что означает наличие у нее проблем? Как это вот проявляется? Если женщина считает, что она будет губить вашу жизнь, то можно предположить, что она не принимает часть себя. То есть вот некоторую часть себя человек не принимает, считает себя плохой, может быть, считает себя недостаточно хорошей там для вас, и, в общем-то, считает, что несет что-то дурное вам и вообще людям. Вот, а ваша первичная задача заключается в том, чтобы убедить ее, что она не права. А как? Только путем общения с ней, путем взаимодействия и путем осознания того, в чем именно человек в себе не уверен, что именно человек в себе не принимает. Вот, постарайтесь увидеть у женщины моменты, которые ей себе не устраивают. Почему она не считает себя достойной? Почему она считает, что отношения с вами принесут вам только боль и, соответственно, негатив? С чем связано такое ее отношение? Вот, пожалуй, именно это и нужно вам выяснить и постараться ей помочь с этим справиться. Потому что вот по тому, что вы написали, можно сделать несложный такой вывод, что человек находится в неких противоречиях с собой. И до тех пор, пока эти противоречия будут ее беспокоить, до тех пор, пока эти противоречия будут с ней, она, конечно же, не сможет дать вам ничего в отношениях и не сможет сама быть счастливой в них. Дальше. То, что она вам говорит, то есть то, что она не хочет, как вы говорите, губить вашу жизнь, это ни много ни мало, я бы не сказал, что прямо обман, я бы не сказал, что прямо блеск. Это, наверное, было бы неправильно говорить именно так. Я бы сказал, что она немножечко, слегка, чуть-чуть лукавит. Как это? Как лукавит? Что значит лукавит? Специально ли она лукавит? Ответ на этот вопрос нет, не специально. Скорее всего, она сама не осознает то, что делает. Но ей хочется, чтобы вы ее, по всей видимости, добивались. Чтобы вы доказывали ей своим поведением, что, в общем-то, нуждаетесь в ней и хотите с ней быть. Вот это, собственно говоря, и является, на мой взгляд, основной целью или основной моделью, основной задачей, которую она перед собой ставит, еще раз, неосознанно. И вот давайте попробуем с вами подумать, что вы можете сделать для того, чтобы доказать ей, что быть с ней для вас, это ни много ни мало счастье. Вот что вы можете сделать, чтобы это ей доказать? Ну вот, попробуйте подумать. Попробуйте для себя выяснить, что вы можете сделать еще. Значит, когда выясните, она вас примет. Не сразу, может быть, понадобится время, но она вас примет, потому что полагаю, что вы ей нужны. Чувства у нее к вам есть, это однозначно, в противном случае она бы не стала говорить, что губит вашу жизнь. Ну, а как она эти чувства выражает? Это зависит от многих факторов, в частности, от того, какое у нее было в прошлом. То есть, если в прошлом у нее был негатив, например, если в прошлом она сталкивалась с какими-то препятствием какими-то проблемами, то ничего удивительного в том, что сейчас она вас к себе не пропускает, нет. Другое дело, что вам нужно понимать и силательно понимать совершенно откровенно и однозначно, что то, что говорит она в данном случае не всегда имеет реальную основу. Потому, прислушиваться к ней на сто процентов, ну, в данном случае не стоит. Сейчас повторю, она по всей вероятности думает, действительно думает, что оказывает вам услугу. И вы только если будете сами последовательно доказывать ей, что те изменения, которые произойдут в вашей жизни из-за нее вам нравятся те изменения, которые произойдут в вашей жизни будут рассмотрены вами исключительно как что-то позитивное, хорошее и счастливое если вы готовы это женщине доказывать раз за разом ну, я полагаю, рано или поздно у нее не останется выбора и она примет вас я полагаю, что она просто-напросто примет вас и собственно будет с вами но только еще раз повторю, если вы будете раз за разом показывать и доказывать ей, что собственно говоря хотите и стремитесь к тому, чтобы у вас с ней было то, что она может вам дать на этом все надеюсь, что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен, если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи! спасибо! и